добрый день всем моим подписчикам и новым зрителям с вами виктория сегодня готовим бисквит для торта называется бисквит дженуаз или генуэзский бисквит это один из самых популярных бисквитов во французской кухне подойдет он для любых бисквитных тортов я очень часто готовлю с этим бисквитом торт фрезье или клубничный торт ссылку на рецепт я вам оставлю в описании под видео также вы ее увидите в подсказках готовится он всего из трех ингредиентов это яйца мука и сахар без разрыхлителя и без соды и получается очень пышный существует несколько способов приготовления у меня способ без сливочного масла для начала 6 яиц разделим на желтки и белки делать это нужно аккуратно чтобы ни капельки желтков не попала в белки этот способ приготовления немного отличается от других способов приготовления которые уже существуют здесь не надо ничего делать на водяной бане также яйца мы будем взбивать обычным ручным миксером если у вас нет планетарного миксера то ничего страшного вы тоже сможете приготовить этот бисквит именно во франции его готовят таким способом белки и желтки подготовлены в чашу в которой мы будем замешивать тесто смешиваем все белки добавляем весь сахар 180 грамм и начинаем взбивать миксером в белую пышную массу этот процесс примерно займет у вас 5-6 минут масса должна хорошо побелеть и увеличится в размерах взбиваем именно в пышную плотную массу на венчике должен появиться после взбивания такой как клювик у птички сейчас я вам покажу посмотрите когда мы убираем венчики из взбитых яиц то на них вот свисает такой как бы как клювик и затем добавляем сразу все желтки продолжаем взбивать еще примерно одну-две минуты не больше чтобы не перебить белки самое главное в приготовлении этого бисквита это правильно взбить яйца остальное все намного проще посмотрите вот так же когда я вытаскиваю остается такой небольшой легкий клювик у птички и затем просеиваем постепенно муку делать это нужно не спеша вот просеяли одну небольшую часть муки и затем с помощью силиконовой лопатки можно использовать также деревянную лопатку но я предпочитаю перемешивать силиконовой так намного удобнее плавными движениями снизу вверх перемешиваем муку затем когда мы вмешали одну часть муки добавляем следующую часть муки обязательно нужно ее просеивать чтобы не получилось никаких комочков и продолжаем дальше перемешивать и так поступаем до конца пока не кончится мука наберитесь немного терпения этот процесс займет минут пять может быть семь но это нужно делать именно плавными движениями чтобы у нас остались наши белки такие же вот очень очень пышные количество ингредиентов в этом рецепте используется с расчетом 30 грамм муки 30 грамм сахара на одно яйцо то есть я буду использовать на 6 и 180 грамм сахара и 180 грамм муки обратите внимание на консистенцию консистенция теста должна получиться вот такая однородная и очень очень пышная затем подготавливаю форму я буду использовать форму на 24 сантиметра диаметром я ее хорошо обложила фольгой фольгу я сложила вдвой и смазываю сливочным маслом переливаю тесто в форму на данное количество ингредиентов нужно использовать формочку не менее 22 сантиметров диаметром форму немного пристукиваю чтобы вышел лишний воздух и отправляю запекаться в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут но конечно же ориентируйтесь на особенности вашей духовке у меня запекается бисквит в течение 20 минут духовка у меня электрическая запекаем его до золотистой корочки и до сухой зубочистки затем я оставляю бисквит остыть в духовке с приоткрытой дверцей и когда он остынет примерно минут через 20 я его аккуратно достаю из формы и убираю фольгу посмотрите какой получается он красивый пышный румяный это просто какая-то прелесть прежде чем разрезать бисквит я его заворачиваю в пищевую пленку и даю ему отлежаться несколько часов затем его будет разрезать намного удобнее затем убираю вот эту вот такую небольшую корочку и разрезаю бисквит на два равных коржа хранить такие бисквиты можно в течение трех-четырех дней в холодильнике предварительно аккуратно завернув их пищевую пленку пропитываются эти бисквиты очень легко пропитать их можно молоком различными сиропами фруктовыми пропитывать их нужно обязательно они очень хорошо держат форму в общем приготовьте и попробуйте всем желаю приятного аппетита удачной выпечки ставьте лайки пишите мне ваши комментарии желаю вам всего самого доброго и до новых встреч с вами была виктория